Добрый день, дорогие братья и сестры! Мы продолжаем программу прочтения, посвященную новинкам издательства Сретенского монастыря. История — это не цепь разрозненных случайных фактов, а живая ткань событий, пропущенная через призму человеческой личности, в данном случае личности историка. И не случайно так популярны сегодня произведения нон-фикшн — и воспоминания, мемуары, и дневники, и тому подобные вещи. Мы уже рассказывали в одной из наших передач о новой нашей серии «Русская православная церковь в дневниках и воспоминаниях», в которой вышло две книги. Одна посвященная Индии, другая посвященная миссионерским трудам в Сеуле. И вот новое издание, которое называется «Записки московского векаря архиепископ Леонид Краснопевков». Впервые публикуются эти материалы, эти воспоминания удивительного человека, жившего в XIX веке, ученика святителя Филарета Московского. Владыка Леонид считал митрополита Филарета своим вторым отцом. И, собственно, большая часть его записок посвящена именно служению святителя Филарета. Совершенно потрясающим, удивительным фактам, которые по архивам впервые появляются на свет и впервые доступны широкому кругу читателей. Удивительные записки. Сам владыка Леонид говорит о том, что история – это поэзия, что в ней интересны не просто разрозненные события, непонятно, как связанные между собой, а интересна, как он выражается, физиогномия, интересна дух, интересна та поэзия, которая есть в жизни, и которую можно увидеть благодаря вдумчивому и творческому взгляду. Я вам хочу зачитать один небольшой отрывок, который касается освящения Триумфальной арки в Москве, несостоявшегося освящения. Этот отрывок связан с жизнью святителя Филарета Московского. Вот этот отрывок. Когда владыке объявлено было, чтобы светил ворота Триумфальные, владыка приехал в Лавру и передал отцу-наместнику, что он в борьбе помыслов. Ему говорила совесть – не свети. А все говорят – свети. Ты что скажешь? Не светить. Будет скорбь. Потерпите. Возвратился владыка из Москвы в Лавру, крайне смущенный. Вот какая скорбь пришла. Это и прежде видно было. Да уж хорошо ли я поступил, раздражил государя. Я не имею достоинств святителя Митрофана. Да и не берите их на себя. Помните, что вы епископ христианский, пастырь Церкви Христовой, которому страшно одно – разойтись с волею Иисуса Христа. До глубокой ночи толковали, но владыка остался в смущении. Поутру рано присылает за мной. Я испугался, ибо знал, что смущение уже перешло в телесную болезнь. Однако прихожу и невольно улыбнулся, взглянув на владыку. Что ты? Да виден орел по полету. Владыка, уже сияющий, сказал мне. Пойдем поблагодарим преподобного Сергия. Он не явился чувственным образом. Я заснул, а был уже час пять, как послышался шорох в двери. Дальше сами уже прочитайте, как все было. Вот такой замечательный рассказ о том, как святитель наш великий Филарет не освещал триумфальную арку в Москве. Много таких случаев, эпизодов, воспоминаний приводится в этой книге. И всем любителям истории, всем тем, кто ценит живую ткань текущей действительности, а не просто официальные о ней уведомления, я думаю, будет очень интересно эта книга, так же, как и многие другие мемуары, которые сегодня публикуются. Спасибо за внимание. Да благословит нас всех Господь!